Причина всех разводов – это свадьба. Я узнала, что беременна вторым ребенком, сообщила об этом супругу, после чего он мне сказал, что, знаешь, я тебя не люблю, давай разведемся. Если раньше разводились из-за того, что плохо было вместе, сейчас разводятся, чтобы было еще лучше. Когда я замужем, я успешная. Если я не замужем, я не успешная. Как развестись вовремя? Никакой явной причины нашего развода, вот нелюбви, я не видела. Очень часто люди сами не знают, почему они разводятся. Бог забирает у вас серебро, чтобы дать золото. Эта программа «Все говорят об этом» и сегодня о том, о чем рано или поздно говорят, ну, почти все, о разводе. О том, что почти так же неизбежно, как смерть и налоги, о том, что может пройти легко, может испортить жизнь, о том, почему люди разводятся, надо ли стараться сохранить семью и как развестись правильно и вовремя, потому что придется. Вот жестокая статистика. Семь браков из десяти оканчиваются разводом. Так, в 2022 году на почти 900 тысяч браков пришлось почти 600 тысяч пар, которые не сошлись характерами. Первой причиной для разводов россияне называют бедность, невозможность прокормить семью или иные финансовые проблемы. На втором месте отсутствие взаимопонимания, а на третьем – измена или ревность одного из супругов. Одна треть браков распадается в первые пять лет совместной жизни, другая треть – через 10 лет. А прожить 20 лет до фарфоровой свадьбы и развестись решаются только 12% пар. Здравствуйте, дамы! У нас есть еще в запасе один гость – мужчина, но он на Новый год. В смысле, на потом. Но у разводов женское лицо? Не так, Лилина? Оно женское. Инициатор развода чаще всего женщина? Да нет, конечно. Одинаково. 70% женщины начинают разводы. Мне кажется, врут. Статистика. Ну, мне кажется, врут. Я тоже думаю, врут. Я не подтверждаю. Да, я тоже не могу в этом говорить. А я, как мастер тупых вопросов, задам тупой вопрос. Почему люди разводятся? Мы немножко в статистике об этом сказали, но я хочу ваше мнение услышать. Не умеют ссориться, я считаю. Раз. Разлюбовь, я считаю. Разлюбили? Да. По моей статистике, вот то, что было у вас вторым функтом, у меня первым идет. То есть ко мне приходят клиентки, которые говорят, что я не хочу больше с ним жить, я боюсь разводиться, я останусь одна. Ну, что-то такое. Или я вышла замуж, не хотела, выбрала не того. Ну, то есть это можно описать как отсутствие взаимопонимания в целом. Ну, скажем так, это потому, что вместе как-то не очень или есть какая-то конкретная причина, ну, открыл шкаф, а там сидит? Ну, такая причина тоже случается. Ну, это конкретная причина. Или просто не хотим быть вместе? У меня таких совсем мало стало. Да, конечно. Чтобы ты извинена, вообще мало стало. А если раньше разводились из-за того, что плохо было вместе, сейчас разводятся, чтобы было еще лучше. И неважно, с кем-то или одной, да, или одному. Подтверждаю. Ирина, у вас уникальные случаи с разводом с вашим. Развестись так, как вы, и после этого сохранить отношения с мужем. Ну, я не знаю, как это у вас получилось. Расскажите. Как и сейчас выстрелили? На Новый год. Да, мы отмечали Новый год. После Нового года я узнала, что беременна вторым ребенком. Сообщила об этом супругу. После чего он мне сказал, что, ты знаешь, я тебя не люблю. Давай разойдемся. Ваши ощущения в этот момент? Ну, это было как снег на голову. Естественно, я в тот момент вообще не понимала, что происходит. Потому что никакой явной причины нашего развода, вот, нелюбви я не видела. Мы были обыкновенной семьей, с небольшими ссорами, с какими-то планами на будущее. И услышать такое в новогоднюю ночь, в новогодние праздники, конечно, я этого не ожидала. Как вам после этого удалось сохранить отношения с мужем, раз вы до сих пор с ним друзья? Это был небыстрый процесс. Это длилось несколько лет выстраивание заново отношений. Ну, то есть, это понятно, что я договаривалась сама с собой, что очень важно, чтобы отец был в жизни семьи, ну, в жизни ребенка. И мы просто договорились, что приняли решение о рождении ребенка мы совместно, соответственно, мы совместно дальше продолжаем его растить. Если мы с тобой не живем, это не значит, что отец должен отсутствовать в жизни ребенка. И, соответственно, какие-то моменты воспитания, принятия решения по учебе, по каким-то занятиям, где-то что-то взаимоподдержка, помощь, вот и в ее воспитании, оно и являлось, наверное, таким моментом, который вот сплотил заново нас. Вы таки узнали у мужа, почему он решил завести ребенка с вами второго, а потом сказал, что не люблю, разводимся? Не было возможности, наверное, даже не было желания слышать его ответ, это решение, потому что мне уже было все равно. То есть, я уже понимала, что обратно семьи не будет, и какой смысл мне в этом разбираться, я просто начала двигаться и жить дальше. То есть, для вас эта загадка до сих пор, что случилось? Почему он так сказал? Ну, у меня нет прямого ответа на этот вопрос. А у него есть? Мне кажется, у него тоже нет. Да, мы что скажем? Это как раз та история, как вы сказали, лучше. Да, хочется лучше. Он ведь не к другой ушел, он просто ушел. Он просто ушел, да. Мне кажется, это очень часто люди сами не знают, почему они разводятся. Вот в моей практике они просто, ну, хочется получше, ну, как-то мне не очень, мне скучновато, я развиваюсь, я хочу больше развиваться, а ты меня останавливаешь. Ну, то есть, говорят же, что хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти долго, идти вместе. Так вот, сейчас все про быстро, сейчас все хотят развиваться, становиться лучше, выше, и семья всегда тормозит. То есть, главная причина разводов сейчас, в наши дни, что называется, это мы ищем, где нам лучше. Конечно. Конечно, конечно, конечно. Скорее, легче и проще. Не обязательно, нет. Но лучше, лучше. Лучше вот именно в позиции оценки, потому что не всегда проще развиваться. Разобрались. Сейчас будем говорить о том, как развестись правильно, и нервы сохранить, и поделить все справедливо. Начнем с брачного договора, который теоретически должен быть, ну, цивилизованным выходом из этой проблемы. Но всегда ли так бывает? Это Максим, владелец крупного бизнеса. А это Катя, студентка. После двух лет отношений они решили заключить брак. Общего имущества у ребят пока нет. Однако все нажитое, квартира и автомобиль, автоматически станут общим, независимо от финансового вклада каждого из супругов. Чтобы в случае развода Максим не отдал Кате половину бизнеса и последние штаны, молодожены заключили брачный договор. В контракте можно заранее решить и юридически закрепить все финансовые вопросы. Дележку недвижимости, автомобилей, денег на счетах и даже кредитов. А чего нельзя учесть в договоре, так это с кем останутся дети, кто обязан мыть посуду, выносить мусор и как часто между вами будет секс. Я вот честно не представляю себе, как можно одновременно планировать свадьбу и развод. Мы готовимся к свадьбе, но поскольку по статистике мы, скорее всего, разведемся, давай-ка составим брачный договор на случай развода. Как это может быть? Это так странно, вот это главная ошибка всех людей, которые не заключают брачный договор. Брачный договор не для развода, а ты этой недвижимостью, этими деньгами можешь во время брака пользоваться, ты можешь закладывать, у тебя может быть собственный бизнес. Но брачный разговор для всех это символ развода. Это для вас. Для меня одного? Нет, нет. Очень много людей живут с брачным договором и этой недвижимостью пользуются ради выгоды собственной, личной. Анна, это работает? Ну да, я согласна на самом деле с этой позиции, то что брачный договор нужен для того, чтобы стороны были спокойны за то, в каком плане они имущественно будут находиться в этих отношениях. У нас с брачным договором может изменяться режим собственности, то есть с момента, когда вступают супруги в брак, и режим собственности становится совместным. А личное имущество, которое было у супругов до брака, оно их личным и остается. Но брачным договором они могут изменить любой из этих режимов. То есть личное перевести в совместное, совместное, соответственно, как бы в раздельное, в долевое. И это удобно. То есть они могут в том числе предусмотреть на случай, если будут расторгать брак, каким образом будут регулироваться вопросы с их имуществом на будущее время. Практически это работает? Ну, работает, конечно. Это очень хорошо работает, потому что на самом деле, когда люди не заключают брачный договор, а приобретают имущество, тем более сейчас еще материнский капитал участвует в приобретении имущества, ипотека. Ну, то есть очень много опосредованных таких факторов, которые утяжеляют имущественный оборот. То есть вы советуете заключать брачный договор для того, чтобы жить долго вместе счастливо и не париться о том, как мы будем грызться за этот холодильник? Ну, нет, я не могу советовать. Мне кажется, все равно это гораздо... Очень индивидуально начинают на своих мам, на своих братьев оформлять недвижимость. Без брачного договора. Чтобы она не впадала в совместную собственность. Они же понимают, что в совместную. Станавливаются еще хуже. Они просто на друг... Да. И представляете, женщина узнала, что она уже оформила. Можно ли на начальном этапе протестировать соотношения, по каким-то признакам понять, что, ну, мы, конечно, поженимся, поживем сколько-то лет вместе счастливо, но потом разведемся? Есть такие признаки? Со стороны можно, но сами люди это не... Ну, они в это не поверят, они не смогут так сказать, потому что это же свадьба, мы навсегда вместе, никто не женится, чтобы потом развестись. Мы со стороны можем, там, профессионалы сказать, скорее всего, и то, там, 30-40%, мне кажется. Потому что люди меняются. Мне вообще кажется, что люди разводятся, потому что мы очень быстро развиваемся, мы меняемся в процессе своей жизни. И каждый меняется, и может быть, в разные стороны. Елена, вы поймете, что эта пара распадется, сидя на свадьбе? Ну, я не возьму, сидя на свадьбе. Нет. И самим это тоже не почувствовать? Нет. Самим тем более. Самим, на самом деле, почувствовать, но люди же как устроены. Я хочу картинку, я хочу свадьбу, я хочу, чтобы у меня был муж, я хочу статус социальный. Когда я замужем, я успешная. Если я не замужем, я не успешная. Но это, к сожалению, в нашем обществе работает до сих пор. И брачный контракт, кстати, в нашем менталитете все еще до сих пор не прижился. Ну, правильно же? Ну, конечно. Это классно. Хотя растет статистику. Растет. Но девочки, которые ко мне приходят и говорят, что мне муж предложил свадьбе, брачный договор. Он что, меня не любит? Он что, мне не доверяет? А как мне с этим дальше жить? А может, нам расстаться? То есть это предложение даже может сразу привести к расставанию, к сожалению. Ирина, вам что-то подсказывало в ваших отношениях с мужем, что эти отношения могут вот таким образом в Новый год подарочком подобным завершиться? Конечно же нет. Я выходила замуж раз и навсегда. И я до сих пор такого же мнения, что вот хочется. И до сих пор. И до сих пор будет раз и навсегда. Вот раз и навсегда. И еще раз навсегда. И еще раз навсегда. И еще раз навсегда. Я даже с артистикой, знаете, ну и что? Ну, в этом они искренне, по крайней мере. Вопрос в том, для чего они выходят навсегда? Чтобы иметь статус и картинку? И тогда они могут быть несчастливы и жить все время вместе, но хотеть развестись. Или они по любви выходят? Ну, кстати, говоря, многие люди после развода говорят, а у меня было в самом начале предчувствие. Я ведь это знала или знал. Я ведь заранее знал. Не все, конечно, не все, но у многих такое есть. Хотя, может быть, это такая рационализация. Мы все такие крепкие. Сегодня мы говорим о том, как правильно, качественно, грамотно развестись. Через минуту о том, надо ли пытаться сохранить брак и как развестись вовремя. Мы говорим сегодня о том, как правильно развестись. В этой части о том, надо ли пытаться сохранить брак, если возникли проблемы. И как понять, что тебе пора на свободу. Потому что если развестись грамотно, вовремя, то развод можно и отпраздновать. В Америке и Европе давно стало модным разводиться не под грохот посуды и крики, а с улыбкой на лице и конфетти в волосах. И до России докатилась такая традиция. Развод пати напоминает мальчишник или девичник наоборот. Такая услуга даже есть в специальных агентствах. Поиздеваться над минувшим браком можно по-разному. Напиться с подругами в стельку, заказать стриптизеров, сжечь свадебное платье и расколотить чучело бывшего мужа, набитое конфетами. По мнению психологов, такой развод помогает экс-супругам выпустить пар, сделать выход из брака более мягким и приступить к новой жизни. И вот тот самый гость, которого и обещал мужского пола, Алихан Гарифулин, ведущий мероприятий, он вел празднование развода. Все верно. Как это празднуется? Как это? Я сам, на самом деле, столкнулся с этим впервые. Это было в 2020 году, как раз период, когда была пандемия. И я готовлюсь к мероприятию, и мне пишут «Здравствуйте, Алихан, мы знаем, что вы лояльны, поэтому, пожалуйста, можете провести нам развод». Я такой, ну, растерялся, я впервые провожу вообще мероприятие такого плана, и у меня контраст, что происходит. Тут вроде празднования все улыбаются, а тут развод. Соответственно, когда я начал погружаться уже в тему, ну, подробности в этой истории, скажу «Хорошо, ну, пообщаемся, узнаем, что вообще и да как». Оказалось, довольно лояльны как бы бывшие муж и бывшая жена. Они к тому моменту, когда мне писали, уже были разведены, то есть они хотели сделать это точкой отправной от их отношений. То есть они хотели вот прямо на этом мероприятии основательно понять, что они все с этого дня, они друзья. Ну, то есть не муж, жена. Но друзья. Друзья, да, друзья абсолютные. То есть у нас концепция этого мероприятия составлялась в очень узком кругу. Меня попросили не афишировать их имена, потому что там было очень много странного всего. А я в тот период как раз-таки позиционировал себя, что я, ну, без розовых очков, я как раз-таки смею на реальность, правдимую. Ну, что же там было? Много интересного. Начнем с того, что приезжала страна бывшей жены на одном транспорте, страна бывшего мужа на другом транспорте. Всю подготовку вели мы вот втроем, грубо говоря. То есть я был вот этим мостиком соприкосновения, но все делалось втайне. То есть страна бывшей жены готовила свои какие-то интересные развлечения, а страна бывшего мужа... Конкурс интересный. Да, в том числе. И самое интересное, это было за городом. И у нас была площадка, которую можно было поделить на две стороны. Там были друзья и родители. То есть там... В процессе что было? В процессе было. Мы ставили упор на черный юмор, на общение, какой он бывший муж, какая она бывшая жена, чтобы не было вот этих вот разговоров после мероприятия. Что вот, да вот он такой-то, такой-то, вот она такая-то, такая-то. В общем, мы стороны между собой тоже, они дружили. Ну, то есть обе стороны, они три года были, по-моему, вместе. И вот они за это время как бы уже общались дружно между собой. И вот все моменты, касаемо там перепалок и прочего-прочего, это было в добром ключе, чтобы никто реально не подрался, чтобы у нас было все классное в конце вечера. Ну, то есть над собой посмеялись. Да, в том числе. То есть у нас был стол с креветками и стол с устрицами. И вот мы начинали вот на этом фоне, даже на фоне еды мы начали общаться, что вот, мол, оказывается, со стороны бывшего мужа, оказывается, ест там устрицы, со стороны бывшей жены и креветки там и так далее. И начали вот на этом фоне, ну, такую маленькую, дружную, такую контрпритерку делать. Ну, то есть оценивать обе стороны. Они остались друзьями после этого? Они остались друзьями. Они разошлись на фоне того, что они не смогли жить вместе Вот в этот период, когда была пандемия То есть для них у обоих была важна карьера То есть они прям стремились к карьере И потом просто поняли, что вместе они в быту не уживаются Ну это же прекрасная история, мне кажется Да, такие бывают и все чаще на сегодняшний день Но все равно остается очень большое количество людей Которые расстаются на большом конфликте И они потом не могут решить этот вопрос Следующий вопрос, как развестись вовремя? Как понять, что тебе пора на свободу? На самом деле прислушаться к себе для начала Мне вообще классно в этих отношениях или нет? Или я каждый день страдаю? То есть когда ко мне приходят на консультации Они обычно приходят уже, когда накипело То есть я уже все, не могу Ну если хорошо, что к вам ходить-то на консультацию? Но иногда для профилактики можно тоже, знаете Понять, совместимы ли мы, хотим ли мы быть вместе и так далее Такое тоже бывает, но очень редко То есть они приходят, когда уже все, уже хочу развестись Но иногда и не приходят вот в этом проблема У меня наблюдение То есть я провел как развод и провожу свадьбы Разные форматы вообще мероприятия Но касаемо вот именно семейных отношений Ну еще похороны добавить и полный комплект Ну я готов, ну если что Просто к тому, что я специалист своего дела Я веду мероприятия и я должен быть готов Какое наблюдение? Наблюдение такое Два здоровых человека, здравомыслящих Они должны, вот у нас просто менталитет таков Что мы не общались Вот наши родители, наши бабушки, дедушки Молча все Это правда И наблюдение такое, что должны просто общаться люди Что при создании семьи, что при разводе Если что-то не нравится, выговорись Ну то есть пообщайся Многие так воспитаны, что они лучше перетерпят Лучше скажут, вот мама не так делала Мама постоянно молчала, я вот тоже буду молчать Либо он, я буду зарабатывать, приходить домой Все правильно ты говоришь Смотрите, подводя итог того, что ты говоришь Я считаю, что чем выше интеллектуальный и эмоциональный уровень каждого в паре Тем спокойнее развод Но, к сожалению, обычно у одного он выше, а у другого ниже Елена, как понять, что пора разводиться? Мне кажется, это будет видно по взгляду Химия же между людьми есть при создании любви При создании семьи вообще в целом Химия есть, когда она пропадает Это же отчетливо видно Когда приходишь, дома не накрыто ничего Никакой это не критерий Это мелочь, с чего начинается Слушай, погоди, нет такого критерия Вот ты говоришь о том, что Женя, когда вовремя Я считаю, что чем позже Я считаю, что чем позже, тем лучше Потому что семью все-таки стоит сохранять Об этом обязательно поговорим Анна, есть вариант, как можно заметить, что пора разводиться у вас? Если муж начал скрывать, или жена начали скрывать свои активы Потому что значит, что они готовятся к разводу Как развестись правильно? Это главный вопрос этого выпуска Все говорят об этом И мы его задали горожанам Слово «брак» хорошие вещи не назовут Чтобы никто не обиделся, не надо жениться Вот и все У молодежи особенно нет такого, чтобы сохранить семью Это очень плохо Зачем разводиться? Нужно какие-то компромиссы искать Семья – это очень серьезно И это очень серьезная работа И мужчин, и женщин много Всегда можно найти подходящую Имеется же вариант юридический брачного контракта А почему неэтично? Мы живем в современном государстве Чтобы уже ни у кого не было никаких претензий никому Что ты там мою квартиру забрал, а я твою машину заберу А вдруг на момент развода у вас уже дети есть совместные Уже и дом все обустроено Зачем это терять? В любой ситуации человеком остался все Независимо от имущества делишь, или разводишься, или женишься Ну, конечно же, совет не жениться – это прекрасный совет Причина всех разводов – это свадьба Ну, по-другому просто не бывает Ну, так же, как причина смерти – это рождение Конечно Совет тяжело работать над отношениями – это, конечно, хорошо Над ними нужно работать Но когда ты тяжело работаешь на работе, приходишь домой, и там тяжело работаешь Ну, это что-то перебор Ты сказала о том, что нужно пытаться сохранить семью Да, я считаю, что нужно пытаться сохранить семью, раз уж она есть, то нужно сделать все возможное, чтобы ее сохранить На кой черт? Если не получилось, то я не против разводов Я как раз поддерживаю это Но нужно сначала сделать все Зачем? Затем, чтобы потом не было обидно Потому что потом приходят и говорят Да, вообще-то нормальный был Чего я развелась? Нормально жили А ко мне приходят и говорят Как классно, что я наконец-то развелась Чего я раньше этого не сделала? Ну, это первое время Первое время Зачем сохранять семью? И нужно ли это делать? Сохранять семью, как я считаю, нужно в тех случаях, когда есть желание у обоих людей ее сохранять Есть желание, есть возможность над этим работать То есть что-то пошло не так между нами, но мы хотим быть вместе и пришли к вам Расскажите нам, как остаться вместе Да, как остаться вместе, решить наши проблемы Либо они идут по отдельности к психологу, разбираются с собой У меня много таких пар, которые ходят сами по отдельности и еще ко мне дополнительно То есть у них есть личный психолог и семейный Ирина, разве это не штамм советской жизни, что нужно обязательно сохранять брак? Вот что хотите, но и сколько несчастных браков из этого мы получили в результате, когда люди скрипели зубами, но оставались вместе? Ужасно Я считаю, что надо вовремя уходить Ну, то есть как раз не тянуть Вот сейчас девочкой про что говорили То есть когда есть запал и интерес пробовать сохранять, что-то делать Это значит, что еще есть семья на самом деле А вот если его нету, то насильно, мне кажется, не надо Где красная линия, когда ты понимаешь, что ну вот уже все, кроме каких-то скандалов, алкоголизма, абьюза и так далее? Скука Скука самый главный критерий Когда уже, вот ты правильно сказала, ничего не хочется И отсутствие удовольствия от этих отношений Грубо говоря, рутина Ну то есть когда на автомате, мне кажется, без какой-то страсти Ну то есть когда муж перестал радовать Слушайте, вот скука Ну я с девушками общаюсь Смотри, я сказала, что нужно пытаться сохранять Вот стало скучно, это не значит, что сразу надо убегать Это значит, что надо сказать, как ты правильно говоришь, поговорить Сказать, слушай, мне скучно, давай что-нибудь придумаем И можно что-то сочинить Потом в следующий раз снова скучно стало Слушай, давай еще И вот когда выдохлись оба И когда скучно обоим А может не доводить до этого уже А когда поняли, что что-то не то Ну давай пойдем поищем других людей, которые лучше Тогда у нас будут сплошные разводы У нас всегда сплошные разводы А если дети Ну с детьми лучше не разводиться подольше Слушайте, вот я сейчас слушаю этот разговор Получше всегда, да, найти Ну а кто знает Может мы все люди одинаковые Просто никто не хочет работать над собой в первую очередь Потому что всегда любые проблемы исходят из самого себя Если ты не нашел в себе гармонию Если ты не можешь позволить себе взять ответственность за человека Это не только мужчины касается, но и женщины Если они обе Ну точнее два человека, они самостоятельные люди Они смогут сохранить Если они оба понимают себе ценность И знают, какие они сами внутри А вот теперь о том, что я обещал с самого начала Как развестись правильно Если ты понял, что ну вот тебе пора Попытался скуку преодолеть, не получилось По пунктам, что делать? Как правильно развестись, когда понял, что пора разводиться? Конечно, к юристу скорее К юристу К Кане? К психологу Потом, когда уже развелись Нет, ну я имею в виду, чтобы договориться Потому что редко бывает, что оба сели и такие Давай разведемся, давай Хорошо, хорошо Обычно один хочет, а другой ревет Или там не хочет И вот в этом случае, ну ко мне точно приходит Один приходит, что пожалуйста удержите нашу семью А другой говорит, пожалуйста, донесите ему, ей, что все, все кончено И вот в этом случае нужен психолог Нет Психолог нужен, чтобы пережить это все Но потом, сначала к юристу, чтобы грамотно все сделать Ничего не упустить До того, как ты сказал супругу Это бы идеально было, на самом деле До того, когда ты сможешь Нет, я серьезно, потому что ты решил разводиться Ты понимаешь, что тебе нужно делать, там, дети, имущество И пошел к юристу, чтобы что-то как-то проконсультироваться хотя бы На самом деле до брака надо проконсультироваться До брака Вот как вы сказали, что развод это причина свадьбы Да, так и тут До брака Но если уже вот эта мысль созрела У меня несколько разводов удалось предотвратить Только потому, что она, еще не озвучив мужу Решила бы дойти до юриста Я ей рассказала, как будет Она сказала, не Ого, не, не, лучше я с ним останусь У меня была недвижимость на Кипре, в России Четверо детей, он отличный отец Она такая, о, нет, я остаюсь Ну вот я против того, чтобы идти к психологу после развода Иногда же бывает так, что ты не можешь решиться на это И не можешь понять, ты реально хочешь развестись Или просто реально стало скучно и можно еще что-то изменить Поэтому можно сначала решить этот вопрос А потом уже либо разводиться, либо работать дальше Такое впечатление, что у нас люди разводятся, когда им только скучно становится Вот из разговора, который я сейчас слышу Причин же на самом деле огромное количество Мы просто зациклились только на одно Мы не говорим о той ситуации, когда, ну вот, кого-то застал под кроватью Или что-то случилось Именно когда ты сам понял И вот что нужно делать Что по-вашему нужно делать для того, чтобы развестись правильно? Наверное, просто Если вот в нашем случае, я по своему примеру скажу Нужно просто понять Своего супруга, почему он принял Вот такое решение И самое главное, принять его выбор И если ты понимаешь, что ну нет возможности уже вернуть отношения назад То есть, ну, в нашем случае я как раз страдала Потому что я очень сильно любила И это было его решение Конечно, принять его решение мне было сложно И отпустить его было сложно Но это было необходимо для того, чтобы мы просто дальше оба двигались по жизни Ибо это же и помогло нам и сохранить потом дальше отношения Именно понимание друг друга Аня, как вы себе представляете свой образ? Святая женщина Святая Мирно Дружно Обязательно брачный договор Нет, как адвокат Ну, брачный договор-то надо объяснить Для чего он, когда вы разводитесь? Чтобы в суд не идти? Да, чтобы не идти Суд разрушен, не оставит ничего от отношения Вы не выйдете оттуда ни друзьями, ни даже какими-то приятелями, никак Самое последнее Принято считать, что развод это катастрофа Потому что, ну, ты что-то пытался сделать И оно не получилось, оно развалилось Как правильно относиться к разводу? Ну, я считаю, что это начало чего-то нового Это точка роста, развития самого себя Опять же Для кого-то это освобождение Я когда-то говорю, бог забирает у вас серебро, чтобы дать золото На этом все Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы Пишите в комментариях, в каком вы статусе сейчас собираетесь разводиться Спасибо, что смотрели «Все говорят об этом» И смотрите еще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok